Друзья, всех приветствую! Начали очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Amarket, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что сегодня в 15.00 по московскому времени состоится традиционный вебинар. Правильный понедельник, причем в ходе этого вебинара я предлагаю разобрать прежде всего ту тему, которую вы сочтете необходимой для разбора. В нашем телеграм-канале буквально после текущего эфира мы запустим опрос. Предложим несколько тем на выбор, которые будут касаться разных финансовых инструментов и разных фундаментальных рыночных событий. Та, которая наберет больше всего ваших голосов, станет центральным в ходе моего предстоящего выступления. Ну что ж, неделя только начинается. Мы следим за рыночными настроениями, прекрасно понимаем, что с прошлой недели у нас по-прежнему тянутся все еще актуальные опасения за состояние банковского сектора. Я надеюсь, что вы разделяете мою точку зрения относительно того, что рано еще говорить о том, что худшее позади. Я думаю, что это еще не так. Нам нужно понаблюдать дальше за тем, что будет происходить с балансом американского регулятора, что будет происходить с макроэкономической статистикой, будут ли сохранены высокие темпы оттока капиталов из маленьких региональных банков в сторону больших, как вообще будет чувствовать себя американский банковский сектор, ну и, конечно же, за тем, что будет предпринимать Федрезерв касательно ключевой процентной ставки. Давайте начнем с индекса доллара. Он сейчас котируется на отметке 102.69. Я сторонним, друзья, от того, что индекс доллара, скорее всего, останется под давлением, но, как и ранее, не призываю вас сейчас проявлять какую-то торговую решимость. Хотя, с учетом того, какие рекомендации я озвучиваю по другим финансовым инструментам, нетрудно догадаться, что есть потенциал для того, чтобы индекс доллара развил медвежью динамику. Ну, фактическое решение, безусловно, за вами. Мы анализируем статистику прошлой недели. По-прежнему это данные по ОВП, правда, немного устаревшая статистика. Это данные за четвертый квартал прошлого года. Но цифра 2.6 хуже, чем первооценка 2.9 и хуже, чем ожидали эксперты в финальной оценке на уровне 2.7. Заявки на пособие по безработице. Не такой уж и объективный релиз, чтобы сейчас о нем детально говорить, но в целом рынок труда по первичным заявкам на пособие по безработице подает признаки стабильности и даже роста, потому что заявки остаются ниже 200 тысяч. Это зона восстановления. Куда более объективные данные выйдут на этой неделе, поскольку впереди отчет Non-Farm Perls, который будет представлен в конце этой недели традиционно. И этот релиз уже поможет нам уточнить перспективы американской денежно-кредитной политики и немного яснее для себя ответить на вопрос относительно того, будет ли ФРС повышать процентную ставку. Ранее я уже озвучивал свою точку зрения, что считаю, что выжидательная позиция для Федрезерова сейчас более уместно, потому что повышение ставки это равносильно рост доходности облигаций, еще больше трудностей для национально-банковского сектора, усиление темпов оттока капиталов в более крупные банки. Из мелких помните, что ранее член Совета управляющих ФРС Филипп Джефферсон давал понять, что при сохранении текущих темпов перевода капиталов из-за одних каких-то учреждений в другие, может создать серьезную нагрузку на региональный бизнес, который нуждается вот в этих источниках откосочной ликвидности, которые он черпает из депозитов региональных вкладчиков. Ну и в целом позицию того, что сейчас лучше не торопиться и посмотреть за развитием событий со стороны без каких-либо фактических решений, которые будут провоцировать ненужную волатильность, а под фактическими решениями я подразумеваю еще одно повышение процентной ставки. Эту позицию разделяют и многие представители американского регулятора, в частности, одно из последних выступлений Нил Кашкаре, глава ФРБ Неаплеса, который давал понять, что ставка, скорее всего, останется на прежнем уровне, потому что, опять же, все риски для Федрезерва, для, опять же, общественности, мне кажется, очевидны и ясны. По данным инструментов FEDWOCH, друзья, вероятность повышения процентной ставки сейчас составляет 35%, но согласитесь, это даже не 50%, чтобы мы могли как-то активнее спекулировать на идее того, что ФРС придерживается все же жесткого подхода. Вероятность того, что ставку оставят на прежнем уровне 65%. Я среди них думаю, что многие из вас тоже. Поэтому без роста процентной ставки, без уверенности в том, что ФРС будет действовать по пути дальнейшего ужесточения монетарной политики, доллар фактически будет лишен какой-либо фундаментальной поддержки. Золото, 1951 доллар за тройскую унцию, снижает золото, хотя я все еще за идею того, что золото выйдет на новые максимумы. Среди факторов, которые, на мой взгляд, остаются еще в силе, чтобы поспособствовать активизации покупателей, это динамика притока золота в ETF-фонды. Больше 30 тонн было влито в них за март, и это один из самых лучших показателей за несколько лет. По данным последнего отчета Американской комиссии по торговле товарными фьючерсами CFTC, за прошлую неделю общий спекулятивный лонг по золоту вырос до 181 тысячи со 158 тысяч. То есть, даже несмотря на развитие нисходящей динамики, все равно интерес к золоту остается со стороны институциональных инвесторов, это ключевой оценок, остается выше, существенно выше средних значений. Для меня это повод того, что, может быть, крупные деньги, которые все же близки к ситуации на рынке, в том числе в секторе банковского сектора, осознают и понимают риски, которые никуда не делись, и в любой момент обстановка может ухудшиться. В этой связи, друзья, я оптимист в отношении золота, и, как уже отметил, больше за то, чтобы этот актив рос. По другим инструментам, евро-доллар 1,0792, в пятницу вышли данные по инфляции, сделаем ацент на базовый индекс потребительских цен, он наиболее важный индикатор для ЕЦБ при принятии решения по процентной ставке. Базовая инфляция выросла с 5,6% до 5,7%, и сразу такой флэшбэк. Ранее и глава Европейского центрального банка Кристин Лагард, и член управляющего комитета Изабель Шнабель, и главный экономист ЕЦБ Филипп Лейн давали понять, что основная причина, по которой ЕЦБ сохраняет агрессивно жесткую монетарную политику, это устойчивая базовая инфляция, которая никак не хочет снижаться. Эти данные доказывают, что они правы. Поэтому сейчас трейдеры закладываются по 2, по 3 повышения процентной ставки и всерьез считают, что в мае ставка Европейского центрального банка может быть повышена на 50 базисных пунктов. Вспоминайте про такое понятие, как контраст подходов, контраст ожиданий, настроений, расчета трейдеров, как действовать ЕЦБ ФРС. Я думаю, что евро в таких условиях, вот на данный момент, на торговую сессию понедельника этой недели, все же по-прежнему интересен более чем доллар. Британская валюта 1,2274, ждем движения выше отметки 1,23. Данные по ВВП, которые вышли на прошлой неделе в месячном выражении показателей вырос на 0,1%. Прошу прощения, это все-таки квартальная оценка. И положительная динамика снижает риск того, что британская экономика окажется затяжной рецензией. Это позитивный момент вкупе с тем, что мы ждем еще больший скачок инфляции по итогам марта. Фактически через неделю уже будет данный по инфляции за март. И я думаю, что показатель будет в районе 12%. Поэтому, конечно же, и Банк Англии тоже будет настроен на повышение ставки на 50 байсных пунктов. Доллар канадец. Здесь мои поздравления, друзья. Мы достигли цели 1,35. Лоу был 1,3486. Как и ожидалось, статистика не подвела в пятницу. ВВП вырос на 0,5%. С прошлого значения минус 0,1%. Еще большим триггером укрепления канадского доллара выступил скачок рынка нефти. В частности, сейчас Brent выше 84 долларов за баррель. Я хотел было купить Brent после теста уверенного, успешного сопротивления 80 долларов за баррель. Сейчас котировки существенно выше, поэтому с сделкой по нефти я опоздал. Буду искать более интересную точку входа. Но по канадцу мы неплохо отработали этот рост. Основная причина – это решение страны ОПЕК+, начиная с мая, увеличить, точнее сократить объем нефтедобычи дополнительно на 1,6-1,7 миллиона баррелей в сутки. Напомню, что даже без этого решения все практически были уверены, что в третьем-четвертом квартале этого года на мировом рынке из-за эмбарго на поставки российских углеводородов, действующих потолка цен на нефть и на фоне восстановления экономической активности в Китае, кстати, пятничные данные по промышленному производству подтвердили это, на рынке может образоваться дефицит предложения. Сейчас, учитывая, что и раньше мы ожидали потенциальный дефицит на 1-1,5 миллиона баррелей в сутки, в свете дополнительного сокращения на 1,6-1,7 миллиона баррелей можно всерьез спекулировать на идее того, что дефицит потенциально превысит 2,5 миллиона баррелей в сутки. Будем следить за развитием событий. Сейчас рынок нефти, конечно же, интересен для того, чтобы покупатели к нему присмотрелись, но после вот этого скачка вверх, открытия с гэпом, я все же предпочту понаблюдать за развитием событий со стороны. Сегодня в 14.00 отчет АСМ производственного сектора США. Еще одна причина последить за динамикой доллара. Ну, в целом, полагаю, что доллар пойдет только вниз. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели. Всем пока!